Здравствуйте, любители аюрведы! Не утихают страсти по коронавирусу. Сегодня у нас в гостях директор аюрведа Палас Юрмалы, и так получилось, что Алексей Ковалевский недавно сам переболел коронавирусом. Алексей, как специалисты по ее виде переносят такое страшное заболевание? Люди начинают совершать несколько ключевых ошибок. Очень многие знают, что хорошо бы попаститься, с точки зрения аюрведы, очень здорово в начальном протекании заболевания. Но потом, когда ты втягиваешься, есть уже не хочется, а это большая ошибка, поскольку организм начинает терять силы. И на этом фоне пропадает желание, собственно говоря, потреблять жидкость. Это вторая ошибка, которую люди совершают. К тому же, зная, что коронавирусом поднимают вату, а вата – это сухость, отсутствие жидкости будет смертеподобным. Зашло обезвоживание, и, собственно говоря, упало давление, и на этом фоне я и попал в больницу. Я задачился вообще алгоритмом развития коронавируса у человека с точки зрения аюрведы. На третий день возникают симптомы, которые нам хорошо известны, мы много обсуждали по поводу пропадания нескольких органов чувств, то есть обоняния и вкуса. То есть, если мы говорим о том, что существует пять индрий, органов чувств, и двое из них пропадают. В России проводили исследование в одном из университетов еще в 2020 году. И они пришли к заключению о возможности проблем, которые возникают на фоне коронавирусной инфекции, проблем, связанных с дыхательной недостаточностью, которые возникают, по их мнению, в результате патологических изменений не только в нижних органах дыхательных путей, а еще в дыхательном центре, который расположен в стволе головного мозга. То есть, как бы, резюмируя, то есть мы изначально назначали все для легких, тут нужно использовать легкие плюс мозг. Да, то есть получается так, что машина едет на без управления, то есть GPS не видит, куда она уехала. Она куда-то едет, но нет центра, который бы ее управлял. Вот это мне показалось очень интересным. Да, у меня сразу первой мысли хорошо сочетать те травы, которые сочетают эти два эффекта. Например, тулся действует на дыхательную систему и на мозг. Процедура наазия действует на дыхательную систему и на мозг. Может быть, еще туда добавим что-нибудь типа Копикаччо, который питает и восстанавливает кафу в мозге. Да, кафу и он повышает уровень дотамина. Да, это было. Копикачо, что мы рассматривали это растение. Я еще раз убедился в том, что препараты, которые была линейка разработана, они имеют уникальное действие. Это то же самое Леверон, потому что, казалось бы, препарат был задуман как гепатопротектор, но, по сути, он справляется с работой и улучшая состояние кровеносной системы, потому что он способствует растворению бляшек и всего прочего, соответственно, и выводу. Собственно, Леверон – это печень. Печень занимается очисткой крови уже заранее. Да, и плюс там в составе есть кутки выскребает. Кутки – вообще уникальное растение. Надеюсь, на наш век его хватит, поскольку его угрожает. Да, этого растения сейчас хронически не хватает в самой Индии. У многих будет такой вопрос. При нахождении в больнице, что было важнее для тебя? Вот использование аюрведы или использование той терапии, которую давал врач? У меня на фоне всей этой истории у меня было очень низкое давление. А аюрведа там не могла справиться, поэтому мы пошли по классической схеме, как это должно быть. То есть мы сначала должны выстроить функцию организма, а потом помочь оздоровиться. Более того, больше недели, наверное, полторы недели возникали сложности с нормализацией давления. У меня было очень низкое. И вот благодаря уже подключению кардиологического отделения, было найден препарат, который меня, собственно говоря, там в течение трех-четырех дней восстановил. Ага, ясно. Паспулат очень простой. Сначала спасаем жизнь, потом приводим в порядок тела. Хорошо, я думаю, мы должны поздравить наших слушателей с Новым годом. И Алексей, аюрведа Павла с Юрмолой меняет местоположение, это правда? В нашей же деревне, в нашей любимой Юрмоле. О новом месте эта информация будет размещена на сайте. На сайте panchakarma.clinic. Я присоединяюсь к поздравлению Роберта с Новым годом. Мы все надеемся, что в следующем году он будет более успешным и в плане здоровья, и хорошего настроения. Удачи вам!